канал таежный обитель приветствует вас салам алейкум сегодня у меня я взял такую пиалушку ну не узбекская на конечно не с узбекским узором но сегодня у меня у меня будет тема про узбекистан про ташкент несколько человек уже меня об этом просят и может охота знать как я там жил что такое может просто про узбекистан ну я расскажу свои впечатления чай зеленый просто зеленый чай терпкий вкусный жаро утоляющий узбеки пьют его понемногу наливая в пиалушку но пиалушек таких много я повесил картины шухрата моего друга сашкента хоть чтобы какая-то мне была подмога и одену вот такую узбекскую тюбетейку или как ее там называют топушка топушка вот если вы посмотрите картины и от топушка такой цвет фиолетовый это духовный цвет духовности в узбекистане все дворцы минореты стараются вершины покрасить таким цветом зеленым или таким цветом это вот подарил шухрат не такую чтобы показать мою мудрость ну я конечно шучу ну поехали про узбекистан как просили меня шпаргалку я сделал значит в 1959 году саренбургской области мы переехали в узбекистан город ангрен это от ташкета 120 километров ташкент сам не в горах стоит ну вокруг там горы черчи и горы вот иван грен заворачиваешь и попадаешь в ангренскую долину она находится между двух хребтов чаткальский хребет и кураминский это довольно большие горы тяньша не отроги и вот когда в ангрен въезжаешь вот летом ходу зимой естественно и и в сторону какан да идет каканская дорога на каканский перевал фирганскую долину сюда и вот эти горы высокие там даже летом все время почти каждый год не растаять снег белый и вот я жил в этом городе в этой вот долине она не шибко большая но долина ангренская там был уголь открытая разработка угольного месторождения открытым способом разрабатывать разрабатывали и в ангрене там несколько было таких городских районов старый город соцгород новый город немецкий город центральный поселок и был самый видать старый тишикташ тишикташ переводится дырявый камень вот и из-за того что уголь уголь там как его называют камышовый вот как который древесный уголь его видно я эльгинское месторождение когда вот я там работал каюром и когда там геологи приносили эти угли которые там везде валяются как я уже вам рассказывал то там вот именно камышовый камышовый уголь называют он серый серый уголь он такой рыхловатый не сильно твердый не каменный а ну каменный и вот я жил в этом городе когда мы приехали в декабре меня поразил узбекистан вообще совершенно другое место в другой мир приехал и шаки тогда еще на них ездили верхом и шаков было много 59 год это не так далеко от войны ушло халаты узбекские стеганые халаты полосатые тюбетейки разные разные там тюбетейки чалма все это узбеки сами бородатые старики узбечки в шароварах все это пирамидальные тополя это зимой было мы купили дом в этом тишикташи там это был посер вот такой с домов частных состоял и через забор там жили немцы и я у них на лозе увидела еще висит виноград просто не собрали бросили вот как у нас ранетки иногда на зиму не собирают так меня это поразило здоровая кисть винограда вот есть виноград белый такой столовый он его еще называют бычий глаз и потом я это все узнал и сорта винограда и вот этот бычий глаз это меня там вообще ввело в шок я там пошел доучиваться в пятый класс и еще что поразило очень много было разных национальностей в классе примерно по поровну у нас в классе школа была русская и в городе было двенадцать школ и вот эта школа была русская но в ней учились корейцы узбеки русские татары крымские казанские немцы греки это это было что-то такое интернационал все мы дружно жили между собой мы дружили все у нас сам таких группировок по национальности он абсолютно не было никогда мы все дружили и сейчас я дружу с другом с узбекистана но это уже не с этого сангрена с красного водопада про него я тоже расскажу и вот когда пришло лето во первых буквально в феврале в конце уже стали копать огороды и садить картошку все зацвело а цветет там вот где там обработано где есть вода вот эти интересно я еще там везде все цветет и вот этот поселок поливался арыки у нас дома арыки там есть главный который за воду отвечает тебе когда надо поливать ты идешь договариваешься тебе выделяют время я даже помню что отец почти всегда поливал ночью он год да нет суеты не не там не торопишься ничего ночью меньше кто поливает я вот люблю ночью поливать он ночью поливал картошку там все надо поливать там жара до пятидесяти градусов в тени это я как бы там до пятидесяти градусов в тени здесь пятьдесят пять минус было когда я приехал такие морозы были я вам скажу что мороз если есть хорошая одежда он легче переносится чем жара жара это никуда не спрячешься только если вот узбеков дома они мазанки вот в кишлаках где мазанки там у них них прохладно зимой у них там лежанка такая глинобитная и в ней такая ямка у них ямку насыпают уголь сверху столик ставят и накрывают а и в углу столбки одеял вата там хлопок ваты там был уйма одеяла несколько таких и вот на этой лежанке от этого стола все в разные стороны спят вот это тоже интересно было ну я это все видел я говорю в узбекистане уже в шестом или в седьмом классе нас посылали на хлопок хлопок собирали хлопок ну как у нас там шутили у узбекистан это такая страна которая осенью когда созревает хлопок все население ставит раком есть фартуки такие одеваешь фартук редки вот дают рядок вывозили нас вывозили на хлопок там вы там прям жили в поселках узбекских злоках и вот идешь надо собрать 60 килограмм была норма представьте там эти хлопковые вот кубышки эти они такие и надо с них выдергивать вот выдергиваешь и потом этот хлопок несешь на херман херман это место где вот собирают сдают херманщик он с весами стоит и взвешивает обоимов три килограмма принес вот за за день надо если не выполняешь норму там ругали и ну платили маленько там что-то нам я даже не помню чтобы я там хорошо мы месяц два были на хлопке до седьмого ноября вот примерно так сентября середина уезжаешь и хлопок 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 везде в ташкенте видел большие херманы стоят такие метров по 6-7 высотой такие такие скирды и хлопок вот такой машины специальные с сетками хлопок туда возят как вот в оренбургской области там машины возят зерно а здесь хлопок и везде хлопок хлопок коробочки вот эти они как символ в узбекистане там даже в гербе этот хлопок есть вот этот хлопок ну вспоминается он хорошо мы были молодые и все в куче и там вечерами танцы были в ручеек играли везде везде буквально вот рядом с городом где говорю обработано везде там все все поля которые они засаженные вот горы недалеко от ангрена там тоже там оказывается потом я у нас лесничество и там в горах как сады алчовые алчая растет растет грецкий орех деревьев деревья ну они оказывается за кем-то закреплены и к я был в пионерском лагере от ангрена недалеко недалеко там по каканской дороге километров на на 6 по речке ангрен самому мы там стояли и нас водили в поход и когда мы там пришли нас человек 15-20 группа такая с пионер вожатый узбек сказал аккуратно здесь вот не трогайте ну разрешил на одну орешину чтобы мы там орехи пособирали мы залазили они орешины здоровые здоровые как бы я не знаю метров двадцать такие орешины залазишь но они очень хрупкие по три-четыре ореха такие в зеленых они ну кто в приморье или в хабаровском крае видел манчжурская ореха вот они чем-то похожи но не не шибко те маленько другие вишня вишня растет везде по улицам вот тротуар идет и вот эта арка под ней идешь вишня все красно я все время даже потом уже будучи большой удивлялся никому не надо никому не в этом узбекистане эту вишню столько вишни лесополосы от ташкента до ангрена едешь или от ангрена едешь до алматы и вот вдоль дороги стоят лесополосы вот такие яблоки яблоки на деревьях на земле валяются ну остановится автобус вот туристы выйдут там себе сколько наберут поесть тоже никому не надо уйма в городе свисают ветки на улицу и виноградные лозы и груши и буквально ну все идешь по улице и ты можешь сорвать вот съесть там все растет пышет где есть вода где есть вода там очень все хорошо растет потому что много тепла мы любили купаться вот в ангрене речка ангрен и вот есть один фильм про узбекистан там баллоны камеры накачивали и там по воде спускались мы точно так же эти камеры вверх по ангрену катили кто у кого маленькая у кого побольше там камеры и на них ангрен речка такая бывает когда хорошая вода она бурная волны и мы вот катались а когда маленькая вода то там рыба маринка она такая похожа не форель а маринка она ну своеобразная такая и под камнями руками лазишь и ловишь иногда можно нарваться на змею змей много-много змей змей я с дочкой ездил уже дочка большая кончила школу мы я ее повез в узбекистан и мы в доме змея заползла мы потом муку усыпали чтобы посмотреть куда она в какую сторону уползла мы сразу не могли найти она на туалетку заскочила а в туалете глинобитный туалет там жил скорпион в уголке его не трогаешь он там сидит спокойно и ты спокойно сидишь сразу придут не бойтесь он не кусается вот такая история фаланги тоже шофера хорошо знают свои глаза ночью светятся когда едешь фарами они белки такие весной когда еще жары нет вот в ангрене горы и это неописуемая красота они в цветах в разных тюльпаны там залазишь вот эти ложбинки но потом когда все выгорит летом там кое-где козы пасутся и вот смотришь и не знаешь одни колючки колючки кустики такие колючки что они едят но что-то едят а пастухи там пацаны женщины старики свой скот который держит тут небольшие стада они там с ящиков с бумажных делает хоть маленько прикрыться и вот сидят чтобы от солнца а козы ничего потихоньку пасутся ну что про узбекистан еще а вот сказать как я уже сказал там самое главное люди люди вот этот интернационал это вообще мне очень нравилось у меня друзья корейцы я там чемча хе кукси это вот такие замечательные у них придешь я не угощают лепешки в рисовые без соли в разные приправы разные там соусы подушки набиты рисовой соломой кан вот на котором они тоже сидят и он отопляется бы он кан этого такая площадка сверху глина а там внутри идут сук своды а в углу стоит деревянная труба с досок сделано 4 грамма и вот остатки дыма выходят туда и вот на этом кани они столики корейские маленькими ножками вот такие корейские но столики и мы потом там весь узбекистан пользовался и узбеки и татары и немцы и у нас дома тоже был корейский столик очень удобно вокруг сядешь и вот этот корейский столик и там на нем очень удобно кушать но узбекские плов шавля все эти там даже говорить много неохотно все там это знают и другие люди например праздник обязательно будут делать манты плов это это уже чебуреки это уже как будто сами там уже как узбеки ну вот у меня есть фотография барна там я пацану был наверно классе шестом седьмом может быть я там в чубитейки это тоже мы носили ну все вот эти музыкальные утром там телевизор включаешь и слышишь ташкент гопромас говорит ташкент и музыка руба такой интересный инструмент курной шурной начинается где-то праздник и вот слышишь статей трубы курной как будто призывают на рок и вот эти той праздник где обрезание там свадьба и всякие разные это своя махаля почти все там гуляет они пацанов быть пацанами я уже рассказывал приходишь и вот Вот к воротам подошли, нас трое там, пацанят, стоим мы. Я говорю, я маленький был, 12 лет, можно сказать, маленький. Они сразу узбеки зовут. О, Балалар, Абекаля. Половину по-узбекски, по-винкийски говорю. И, ой, дети, Балалар. Бала, ребенок. И сразу зазывают, ведут блюдо глиняное, расписное, эмалью покрытое такой, и лазурью. И садишься, руками, хорошо, руками, пальцем вот так толкаешь в рот, сверху мясо, с приправами. Плов узбекский, это, конечно, то, что делают в магазине, или не всегда это узбекский. Узбекский плов, он, там много всяких добавок, которые придают цимус, вкус. Вот, вкус. И каждый узбек умеет делать плов. Но есть специалисты, которых специально вот зовут на эти тои. Я ел такой плов. Я настоящий. Вот говорю, и слюни, как пишут в комментариях, слюнями не подавиться. Ну, вот Узбекистан, я про него много могу рассказывать. То я следующее видео сделаю про Красный водопад. Где я еще там тоже жил 4 года. В Ангрене жил 4 года. И в Красном водопаде. Это другой поселок. Вот, на сегодня я вот так вот, как всегда говорю, сумбурно. Ну, эмоции. Если бы я вот просто разговаривал бы сейчас с человеком, который из Узбекистана, я бы, конечно, вспомнил еще, еще, еще. Мы бы цеплялись тема за тему. А так, вот, вкратце я вам рассказал. Всего вам доброго. Удачи. Радости. Здоровья. Творчества. И гармонии. Самим собой. И со всем окружающим миром. Пока-пока. Пока-пока. Пока.